Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашей новой вебинарной неделе, вебинарной неделе Директ Академии. Я хотел бы представить наш сегодняшний вебинар. Сегодняшний вебинар посвящен международному конкурсу онлайн-курсов «Эд Кранч» и ввести его будет Валерий Платонов, председатель Ордкомитета конкурса «Эд Кранч Авард». Но прежде чем предоставить ему слово, я хотел бы сделать несколько важных замечаний. В самом начале чата я разместил несколько ссылок. Первая из ссылок ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши онлайн-мероприятия вплоть до конца учебного года, в июне 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и я вам настоятельно рекомендую на него подписаться. На нем через некоторое время будет размещена запись этого вебинара. Ну а вообще на нем хранится уже около 350 записей наших вебинаров, которые прошли ранее. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов «Директ Академии». И на эту ссылку я хотел бы обратить внимание тех, кто интересуется онлайн-обучением и хотел бы учиться онлайн. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. К концу нашего вебинара вы по этой ссылке сможете получить, приобрести свой сертификат. Вот. Как всегда, я хотел бы также проанонсировать несколько вебинаров, которые пройдут сразу после, на этой неделе. Вот эти вебинары. Ой, прошу прощения, они не в хорошей форме их. Сейчас поправим. Сейчас я возьму текст и скопирую его. Вот эти три вебинара. 23 числа, 23 октября, завтра. Мы продолжим наши вебинары, связанные с историей искусства. Наш постоянный спикер в этом году по этой теме Марина Пивень. И она проведет вебинар, который называется «Время Титанов. Рафаэль. Мастер синтеза и гармонии». Приглашаю вас всех на этот интересный вебинар. Два следующих вебинара в среду и в четверг проведу я. Первый из них, 24 октября, закончит трилогию, которая называется «Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента». Часть третья будет посвящена интерактивным элементам учебного контента. И 25 числа, в четверг, 25 октября, будет вебинар, который называется «Сам себе билдредактор. Как преподавателю правильно подбирать иллюстрации и медиафайлы». Этот вебинар я провожу впервые и хотел бы, чтобы вы все его посетили. На мой взгляд, это очень важный вебинар для преподавателей. По той причине, что подбор иллюстраций в наше время, наверное, гораздо важнее, чем многие другие компетенции, связанные с созданием учебного контента. Ну, собственно, не буду эту тему разворачивать сейчас подробно. Приходите на вебинар и все услышите. Так, я вижу, даже уже во вкладке «Вопросы» что-то появилось. Ага, это Валерий Николаевич разместил там некоторую информацию. Посмотрите, там некоторые ссылки. Ну что ж, а я не буду больше занимать время. Я прошу на связь идти сегодняшний вебинар. Валерий, прошу. Добрый день, слушатели. Ну, я, во-первых, представлюсь. Меня зовут Валерий Платонов. Я являюсь председателем комитета конкурса открытых онлайн-курсов и технологических продуктов образования «Эткрач и Ворд», которые проводятся ежегодно, вот уже четвертый раз, в рамках международной конференции по технологиям образования «Эткрач». В команду конкурсов входит также куратор конкурса Катерина Якушина, которая присоединилась к нам в прошлом году, председатель экспертной комиссии Михаил Бухтуяров. В прошлом году на этом посту трудился Максим Скрябин из ТЭПика и около сотни экспертов, представляющих разные отрасли и области профессиональной деятельности, которые фактически являются движущей силой данного мероприятия. И, конечно, конкурс был бы немыслим без поддержки с самого начала учредительной конференции «Эткрач» директора по развитию «Нитуми СИС» Нурлана Киясова. В сети конкурсов представлены на страницах сайта «Эткрач» и на его бэк-офисах «Этек-Про» для конкурса открытых онлайн-курсов и «Этек-РУ» для конкурсов технологических продуктов образования. Если рассматривать класс открытых онлайн-курсов, а не только массовых открытых онлайн-курсов, отличая дистанционные курсы от онлайн-курсов, то «Эткранчеворд» по нашему убеждению является первым в мире конкурсом такого типа. Аналогом можно в определенной степени считать Open Education Awards for Excellence от консорциума открытого образования. Первый конкурс муков в рамках этого консорциума состоялся в 2014 году. В этом конкурсе открытые курсовые материалы или муки оцениваются по качеству образовательного контента, его широты, глубины и креативности. Итак, в «Эткранчеворд» есть несколько целей конкурса. Это повышение качества системы образования, включая формальное, неформальное и внеформальное, за счет внедрения лучших практик, применения онлайн-обучения и дистанционных образовательных технологий. Есть положение декларированной задачи конкурса. Вы их можете вот здесь посмотреть на экране. Но кроме этого, конечно, есть и подразумеваемые задачи конкурса с точки зрения ее организаторов. Ну, конечно, это продвижение бренда «Эткранч». Затем внедрение стандарта метаданных онлайн-курсов, создание сообщества профессионалов для взаимообучения и интеграции в глобальное образовательное пространство. Я хотел бы здесь остановиться как раз вот на очень важном моменте, с моей точки зрения, это внедрение стандартов метаданных онлайн-курсов. Что это такое и зачем он нужен? Как подойти к стандарту метаданных онлайн-курсов? Ну, в принципе, подход такой универсальный. Вначале необходимо, естественно, определиться с терминологией. Каковы определения и какова классификация в онлайн-обучении? Вообще, какова методология конструирования определений и терминов? В частности, необходимо определить, что такое обучающие объекты, обучающие ресурсы, обучающие процессы. Какие есть виды онлайн-курсов? Что такое стандарты метаданных онлайн-курсов? Какова практика заполнения так называемых карточек онлайн-курсов? Итак, терминология. Есть определенная теория в этой связи. В этой теории, мне кажется, перспективен подход так называемой терминологии терминологии как сервиса. Ее можно по следующим принципам делать. Например, идти от общего к частному. Ну, как, например, определить онлайн-курс? Вначале определяем понятие учебный курс, а затем уже вот это прилагательное – онлайн, электронный или дистанционный. При этом система определений всегда связана. То есть, вначале определяется более широкий класс, а затем уже его подможество. И, конечно, надо понимать и иметь в виду, что, строго говоря, границы термина всегда размыты. Всегда. Они нечеткие. Описание термина лучше делать через самые существенные для данной области характеристики. Ну, соответственно, можно делать, например, определение, допустимо, через перечисление всех примеров термина. Или вот есть такая практика визуального определения через, например, диаграммы вена. Ну и самое, конечно, практичное с нашей точки зрения – это использовать подход из IT-технологии. Так называемый принцип описания ресурса – Resource Description Framework. Здесь, например, показан пример визуального определения терминов через диаграммы вена. Стоит также иметь в виду, что образование является междисциплинарной сферой деятельности. В нем много так называемых стейкхолдеров и представителей совершенно разных профессий, у каждого из которых могут быть свои устоявшиеся термины, свои глоссарии. Поэтому в положении о конкурсе, привыкающем к мероприятию разных стейкхолдеров, обязательно вначале стоит указать, как понимаются те или иные термины в рамках проводимого конкурса, в том числе и дать определение как верхнего уровня, что такое, например, образование и обучение, так и определение более нижнего уровня. К сожалению, наши законы и нормативные права и акты в области образования не совсем имеют свойства такого закона, как сервиса. И фактически плохо служат основным пользователям образовательного процесса, таким как студенты или учителя. И формирование происходит несколько сумбурным образом под влиянием разных интересов, разных сил. И в этой связи получается некое отсутствие системности в принятии действенной практики, согласования с интересами различных игроков. Ну, прежде всего, конечно, кто жалуется, это представители бизнеса, коммерческого сектора. Ну, например, если взять определение онлайн-курса проекта «Современная цифровая образовательная среда», то мы видим, что здесь есть попытка сразу же все определить. То есть вот этот принцип от общего к частному мы здесь не очень наблюдаем. Определение некоторых терминов, таких, например, многозначных, как «открытые», также приводится в положение, так как в литературе есть разные интерпретации понятия «открытости». В понятии онлайн-курса проводится различие между ресурсом, образовательным ресурсом, и онлайн-курсом как процессом. Соответственно, переходя, вот это как раз примеры тех видов курса, которые перечислены в нашем положении как представители открытых онлайн-курсов. Переходя к метаданным онлайн-курса, обратим внимание на проблемы, конечно, которые решает и на которые нацелено использование в метаданных. Их три. Во-первых, это проблемы поиска курсов, соответственно, программ или других каких-то учебных процессов. Проблема выбора курсов. И третья проблема – это построение персональной траектории из блоков, траектории обучения из блоков курсов или из самих курсов. Ну, например, как нам выбрать подходящий курс по машинному обучению? Вот примеры тех курсов, которые мы можем сразу найти. Вроде бы все и заведения приличные. Кроме перебора информации о курсе на самих платформах, можно, конечно, обратиться к так называемым агрегаторам описания курсов от разных провайдер. При этом такой агрегатор может иметь и сервис рекомендации. Источником метаданных о курсе в основном выступает сам провайдер. И фактически он дает нам основную информацию о метаданных курса. Но дополнительным источником метаданных, инструментом проверки и коррекции этих данных могут выступать и внешние по отношению к курсу эксперт. Итак, метаданные. Ну, по пределению, это некие структурированные данные, предназначенные для описания характеристики образовательных ресурсов и процессов в нашем случае. Этих данных существует очень большое множество. Это, вообще говоря, некая такая вселенная. И много сообществ профессиональных, которые занимаются те или иными типами метаданных. Но, с нашей точки зрения, есть один пробил в этой вселенной, касающийся как раз недостаточно присутствия открытых стандартов метаданных учебных процессов. Не ресурсов, а именно учебных процессов, по которым пользователи могли бы пользоваться такими курсами не только от одного провайдера, но и от разных провайдеров, тем самым повышая эффективность своего образовательного процесса. Эти метаданные, конечно, прежде всего нужны маркетплейсам, агрегаторам, интеграторам онлайн-процессов. Но мы хотим показать и убеждены в том, что стратегически они также выгодны и провайдерам курсов. Ну, соответственно, как строятся эти метаданные? Они, конечно, характеризуются основными характеристиками учебных процессов. Где нужны эти метаданные? Мы уже сказали, что кроме того, что и маркетплейсы, агрегаторы, интеграторы, они нужны, естественно, самому провайдеру. Ну, и здесь вот я привел некоторые примеры. Они, кстати говоря, в чате, я их тоже в комментариях указал. Это примеры маркетплейсов, агрегаторов, которые агрегируют информацию о курсах и на которых вы можете как раз подобрать курсы от разных провайдеров. Ну, вот, например, как выглядит страничка на нашем агрегаторе курс Sony. Отметим, что, в принципе, метаданные, стандарты метаданных могут быть применены не только к учебным процессам, но, вообще говоря, к разным объектам, продуктам, процессам, в том числе и таким, как маркетинговым инструментам, как конкурсы, выставки, экспозиции, ну и, соответственно, сопутствующие услуги, связанные с финансовыми, юридическими или вопросами проживания трудоустройством. Соответственно, вот мы называем стандарт метаданных, сокращенно, СМОК. Целями и задачами СМОКа является облегчить поиск и выбор курса. Ну, соответственно, то, что мы и ставили в целях и задачах стандарта, они здесь перечислены. Но здесь, может быть, один еще момент я хотел отметить, что он позволяет создать фактически так называемую персонализацию рейтинга на основе того, что нужно самому учащенцу, заказчику, преподавателю, дизайнеру. То есть, вообще говоря, мы создаем тем самым некую такую множественную модель качества курса. Стандарт. Есть несколько способов, соответственно, внедрения, разработки внедрения стандартов. Вот они здесь перечислены. Либо они создаются монопольно каким-то самым крупным игроком, либо вот если мы представляем интересы мелких игроков, то надо, конечно, делать сообщества, которые пытаются организоваться вокруг такого стандарта. При, соответственно, использовании этого смока мы можем получать какие-то дополнительные характеристики и варианты такого использования. Ну, например, создавать междисциплинарные или кросс-образовательные программы. Возможно создавать систему такого субагентского продвижения программ. В принципе, мы можем давать неким услугам новые возможности для внедрения типа репетиторских услуг. Мы можем давать услуги дополнительного внедрения их услуг через стандартный метаданок. Естественно, он может решать и задать такого общенационального характера как инструмент увеличения экспорта услуг образовательных организаций. Соответственно, в нашем проекте стандарт метаданных мы предполагаем определенную гибкость. То есть у него есть общие такие обязательные признаки для учебных процессов. Есть специфические, которые можно включать, не обязательно, а можно не включать. А также могут быть некие внутренние характеристики, которые отражают очень узкие специализации и являются внутренним делом самих провайдеров компании. Естественно, есть... То есть само создание не на голом месте возникает. Для его формирования можно использовать уже известные стандарты. Но если вы внимательно посмотрите на все эти спецификации протоколов и стандартов, тот же лом, несколько уже достаточно известный, или новый XAP, который является хранилищем учебной записи, так называемый Learning Record Store, то полностью решение описания учебных процессов они не решают. И в этом смысле мы как раз считаем, что стандарт метаданных онлайн-курсов позволяет решать вот эти специфические для учебных процессов задачи. Ну и, соответственно, для агрегации описаний таких. Нам был создан такой проект стандарта для онлайн-курсов. Он предложен на агрегаторе Курсоне и используется в проектах ЭТЭК, про ЭТЭК-ГРУ, в том числе и вот на нашем первом мире международном конкурсе открытых онлайн-курсов ЭТКРАНЧЕ ВОРД, который проводится уже четвертый раз. Этот стандарт включает шесть категорий и 17 обязательных полей в этих категориях. В настоящее время заполнение описания курса проходит фактически у нас ручным способом через предложенный устат, хотя и, может быть, есть подсказывающий интерфейс в виде выпадающих список, выпадающих от нас со списком. Соответственно, ну, как бы, естественно, что на очереди стоит вопрос о переходе от ручного заполнения и переноса информации о курсе с платформы провайдера в каталог курса при помощи API. Создание протокола API повысит так называемую валентность курса. Вот мы вводим такой новый параметр валентность курсов провайдера, который показывает способность курса к связям в онлайн-пространстве, что позволит через определенный набор запросов, а также определенную структуру ответов для выражения которых используются XML и JSON-форматы, получить актуальную информацию, синхронизированную с провайдером, о списке курсов и описание курсов непосредственно с платформой провайдера. Вот. Ну, соответственно, теперь перейдем непосредственно к конкурсу этого года. В нашем конкурсе была составлена некая дорожная карта конкурса, которую сам конкурс была в июне этого года. Она, карта, имела свой график для каждой целевой аудитории. Ну, во-первых, для потребителей онлайн-курсов, для авторов и разработчиков, ну и, соответственно, для экспертного сообщества. Оценка экспертным сообществам проводилась в соответствии с модифицированной рубрикой оценки качества, инициированной председателем экспертной комиссии Михаилом Бухтояровым. Ну, познакомиться можно с рубриками в открытых документах конкурса. Там есть коллекция. Я, кстати говоря, в чате там привел вот эти ссылки на коллекцию рубрик качества чек-листов, на рубрикатора оценки курса для Adcrunch и Word курсов и для обзора и оценки продуктов AdTech. Эти рубрики в главном они сохраняются или преемственность по отношению к предыдущим годам, что позволяет очень важно проводить сравнение результатов конкурса в разные годы его проведения. Мне кажется, это очень важная характеристика. Вот эти как раз ссылки. с другой стороны, каждый год Adcrunch Word вводит новые номинации конкурса, отмечает те или иные важные аспекты курсов для общественности, для сообщества, для общества. Принцип наведения новых номинаций у нас принято такое следующее, что мы либо предлагаем ввести дополнительные критерии в самей категории качества онлайн-курсов, или присвоение соответствующих весов для критериев или для категории. Соответственно, новой номинацией, например, в этом году была номинация от компании Snail по конкурсным курсам для школьного образования. Также в особенности этого года был учет весовых значений экспертности по каждой категории через самооценку эксперта. Несомненно, новым интересным событием этого года явился первый конкурс технологических продуктов образования от Crunchy World. Этот конкурс возник в результате двухлетней работы по созданию каталога технологических продуктов в основном российских каталога технологических продуктов образования, которые насчитывают в данный момент более двухсот продуктов от более чем сотни компаний. Одновременно с этим в рамках AdCrunch была проведена работа по созданию российского ландшафта AdTech, в которую было уже включено более трехсот пятидесяти стартапов AdTech со своими новыми продуктами и сервисами. у конкурса технологических продуктов также была своя дорожная карта. Оценка производилась согласно портфолио электронному, который был предложен еще и в прошлом году. и на основании этого портфолио была также создана Михаилом Бухтайером рубрика «Качество». Оценки качества продуктов. Я не буду подробно останавливаться на теоретических вопросах, как необходимо измерять и как измерялось качество онлайн-курсов и продуктов на конкурсе. В принципе, мы устраивали по этой теме вебинары, на их можно посмотреть, на магистрской программе Марины Ефимовны Вайндорсе Солой в МПГУ в прошлом году, за что ей огромное спасибо. Желающие могут посмотреть соответствующие презентации, они находятся в открытом доступе. Итак, перейдем к итогам и результатам конкурса этого года. Ну вот, посмотрим на макет статуэтки победителя конкурса. Всего было отмечено 8 победителей конкурса и 1 спецноминация с денежными призами. Вот это диплом победителя конкурсов, который вручался не только первым, но и тем, кто занял вторые и третьи места. Ну и, соответственно, есть образец денежных сертификатов. Результаты конкурса были размещены на основном сайте конференции, Эд Кранч, на странице конференции в социальных сетях Эд Кранча, в специализированных группах, посвященных конкурсу, и на сайтах нашего бэк-офиса конкурса Эд Кранч, где как раз тусовались наши эксперты. Конкурс освещался также в виде потоковых трансляциях нашим новым партнером конкурса DISTANT TV, который, кстати говоря, получил спецноминацию. В онлайн-конкурсе было 100 заявок, принятых по формальным признакам для участия в конкурсе. В конкурсе продуктов участвовало 40 технологических продуктов вместе со стартапами, которые оценились также через свои продукты. В самом конкурсе не разделялись курсы и продукты по уровню образования или по сферам применимости курсов или технологиями используемых продуктов. Поэтому интересно посмотреть, какие эти характеристики в итоге имели победителя среди конкурса и конкурса продуктов. По номинации «Лышая практика внедрения онлайн-курсов в образовательную программу» уровней мы наблюдали следующее. уровни образования выше ДПО и профессиональное развитие. Высшая имеется степень бакалавра. А область применения это разработчик курсов, программист, руководитель HR. По номинации «Лучшая практика создания открытых онлайн-курсов» уровень образования был бакалавриат, профессиональное развитие, старший школ. А область применения инженер-механик, электронная коммерция, социальные медиа, информационный поиск, бизнес-аналитика, персональное развитие. По номинации «Лучший онлайн-курс» по версии экспертов уровень образования у нас был старшей школы, высшей, аспирантуры, MBA, ДПО и профразвития. Область применения кросс-профессиональные, общекультурные, программирование. по номинации лучший онлайн-курс по версии потребителей или так называемое студенческое оценивание, уровень образования бакалавриат, магистратура, MBA, профразвитие, а область образования математика, программирование, управление, научная работа и преподавательская деятельность. По номинации «Лучший продукт в образовательном кластере», уровень образования в основном начальная дошкола, средняя школа, но было и высшая аспирантура, MBA, ДПО, профразвитие технологии. А технологии, которые там были представлены, это так называемый интерактивный проектор, программный инструмент, личностно-ориентированной диагностики, интерактивная платформа и потоковое видео. В принципе, это очень современная тенденция в технологиях. По номинации «Лучший стартап» по образовательным продуктам, уровень образования дополнительное для детей, профессиональное развитие и ДПО. А технологии графикации, игровой нейротренажер, ну и платформа создания онлайн-курсов. После обработки данных о ценах приводим, например, гистограмму по количеству оцененных курсов на одного эксперта. В среднем количестве получилось примерно 13. В то же время у нас есть выброс количества оцененных курсов одним экспертом, который составил 44 за достаточно короткое время. Наверное, стоит изучить, как, возможно, тут какие-то лучшие практики находятся. Нам стоит, наверное, вот это изучить. Наличие практически одинаковых категорий в качестве в рубрике позволил нам сравнить в целом, как оценивают эксперты качество всех курсов в среднем. И получилась удивительная картина. Если посмотреть на лепестковые диаграммы оценки качества курса в среднем экспертами, то они за два года практически не изменились. Также, как и в прошлом году, онлайн-курсов не хватает качества в двух категориях в качестве учебной активности и взаимодействия на курсе, а также наличие обратной связи по оценке качества на самом курсе. Очень интерес разброс оценок собранных экспертов по категориям. Наибольшее разногласие у экспертов наблюдается в двух тех же самых категориях в оценке качества учебной деятельности и в оценке механизмов обратной связи по качеству на самом курсе, то есть категории, которые имеют меньше средней оценки. По-видимому, на этот феномен тоже стоит обратить внимание экспертной комиссии. Среди социальных результатов конкурса, это, конечно, ведение программы ДПО повышения квалификации экспертов, как непосредственно практическая работа на самом конкурсе. Это возможность сравнения своих оценок с оценками других экспертов, это ведение отзывов и рекомендаций экспертов для создателей курсов, ну, соответственно, мы видим признание результатов конкурса сообществом провайдерами и даже проектом СОС. Конечно, мы имеем много откликов участников, экспертов, провайдеров. В результате вот такой многолетней работы нам, кажется, удалось сделать следующее. Во-первых, разобраться во всем многообразии подходов к оценке качества учебных процессов. Удалось также собрать уникальный состав разнопрофильных экспертов, которые наиболее интегрально оценивают качество открытых онлайн-курсов, вести и испытать вот это с прошлого года потребительскую оценку качества со стороны учащихся и студентов. Ну, и вот последнее. Мы сделали такое достаточно, я считаю, революционное дело. Трансформировали самоучастие в экспертной работе в программу повышения квалификации участвующих экспертов. В результате этого года нам, кажется, удается присоединиться к конкурсу крупных зарубежных организаций, то есть присоединить к самому конкурсу крупные зарубежные организации лидеров по объектной оценке качества обучения. Фактически мы идем на пути к превращению оценки качества онлайн-курсов в некий профессиональный сервис. Естественно, расширение Adcrunch Award на сферу технологических продуктов образования, создание консультационной и рекомендательной экспертной системы по коробочным продуктам и тестирование продуктов образовательных стартапов, ну и подключение на пути к подключению крупных спонсоров к Adcrunch Award. Мы получили очень хороший пиар конкурс в социальных сетях, достигли намеченных показателей, которые мы ставили, то есть фактически в соответствии с таким эффективным менеджментом, если хотите сказать. Курсы МПО уже отмечают свои достижения в конкурсе на национальной платформе. Ну и наши планы на будущее. Конечно, мы хотели привлечь специалистов из учебных организаций, из большего количества учебных организаций формальных в сообщество экспертов конкурса. Мы хотим, наверное, создать общественно-профессиональную организацию в сфере оценки качества открытых онлайн-курсов и учебных процессов. Мы хотели бы, конечно, заключить соглашение о партнерстве франшизы с крупными организациями по оценке качества онлайн-курсов. Есть идея, что можно организовать практики и стажировки зарубежных организаций по экспертной оценке качества онлайн-учебных курсов. Ну и, в принципе, наверное, на горизонте внедрять какие-то элементы автоматизации в оценку качества онлайн. Ну, конечно, можно и, наверное, и оффлайн, но, в принципе, наша задача про онлайн-курсы. Так что, мы предлагаем подключаться к сообществу активных профессионалов, которые создают новую культуру взаимодействия в онлайн-пространстве. Ну, фактически, я думаю, что на этом мне стоит остановиться и посмотреть. Я готов, наверное, пожалуй, ответить на ваши вопросы или, соответственно, подключить кого-то к дискуссии. Я не знаю, возможно это или нет, но фактически я думаю, что на этом как бы вот сама основная часть презентации закончена. Так, есть комментарии. Кстати говоря, вот я запустил там пол, очень было бы интересно знать, какая аудитория наша семинара. Вот, вижу уже в основном преподаватели, о, есть и авторы. разработчики курсов. Студентов нет. Пенсионеров тоже. Очень интересно. Спасибо большое за участие в вопросе. Это действительно дает некую картину. Фактически, на самом деле, она отражает, мне кажется, картину и присутствие тех или иных экспертов. Мы, конечно, бы, я бы отметил на вот этот момент, что мы, конечно, бы хотели бы в оценке качества не только тех, кто внутри сидит этой системы создания, преподавания, тютерства, но и вообще говоря, тех, на кого нацелены сами учебные процессы, на заказчиков, потребителей, студентов, ну вообще на общество, которое, конечно, считает онлайн-образование таким достаточно дискуссионным вопросом. Вы, наверное, как раз обратили внимание на дискуссию по поводу высказывания Кузьминова в последнее время. Вот. Отлично. Так, спасибо большое за участие в вопросе. Вот. Ну, я бы, конечно, был бы признателен, если бы какие-то вопросы появились в чате. Я пока их не вижу. Стоп. Кстати, в опросе было допустимо использовать множественный вариант. Я думаю, что как раз вот эта характерная черта, что мы в настоящее время являемся не только чистым преподавателем, но вообще можем выполнять разные роли и функции, в том числе и быть и руководителем, и разработчиком курсов. О, появился один студент. Отлично. Ну, конечно, я думаю, что это такой пожизненный студент, long-life learning. Отлично. Павел, может быть... А, вот, все вопросы, смотри вкладку... Да, Валерий Николаевич, в общем чате несколько вопросов вам было задано по ходу проведения. Вкладка... Вы сейчас находитесь, видимо, во вкладке «Вопросы», а вам надо открыть вкладку «Общий». Ну, видимо, у вас она так называется, да. Ребята, извините, пожалуйста, я давно уже Мерополисом не пользовался. Здравствуйте. Вот, все рады друг друга видеть. Доброго понедельника, до доброй пятницы и до доброй субботы. Здравствуйте. Поясните отличие вашего агрегатора курсов СОС. Очень простое отличие. СОС фактически это проект, который, как мне кажется, в основном направлен на так называемое формальное образование или неформальное. И фактически не затрагивает курсы, которые относятся к информальному или внеформальному образованию. Ну, например, там вряд ли вы найдете курсы кройки и шитья, или там йоги, или вообще говоря, по любым интересам, которые касаются обычной жизни людей. Вот нам кажется, что в этом основное отличие между агрегатором курсоном, который допускает любую область деятельности, человеческой деятельности. В том числе, вполне возможно, даже то, что сейчас критикуется, это информбизнес всякие. Ну, я думаю, что так. Где найти практиков? Ссылка на сообщество. Так, так, так. Где направить? Который занимается разработкой ЕК-курсов по стандарту Lons.com. Использует API и делится друг с другом с разработками. Ну, вот я знаю, в Телеграме есть такой леунинг, онлайн леунинг, в общем, есть такой, Павел Безраев там организовал. Там они как раз, ну, там практики в основном, конечно, из корпоративного сектора, который занимается такими бизнес-процессами и представляет достаточно крупные компании. Хотя, вот они этими практиками и пользуются. Рассматриваете ли возможность и пути монетизации деятельности конкурса? Да, конечно. Ну, нет, не конкурс, а я бы не сказал, что конкурс будет за деньги. Нет, конечно. Другое дело, что мы допускаем разных спонсоров, которые бы учреждали свои премии. Конечно, в обмен такие спонсоры получают определенный пиар. Это очевидно. То есть сказать, что это монетизация для конкурса, ну, может быть, и да. Но в целом мы хотели бы сделать такой уклон, чтобы помимо деятельности, то есть в результате вот такой деятельности у нас создается определенное профессиональное сообщество с экспертами, подтверждающими свою квалификацию. И вот эти эксперты могут уже использоваться для того, чтобы оценивать по заявкам, по заказу определенные курсы, определенные продукты. Любовь Крашениненко. Будет ли проведиться, если на материалах конкурса? Если да, то какие? Ну, вот здесь я бы сказал так, что, в принципе, материалы, анонимные материалы доступны. Я даже где-то выложил, например, средние оценки по курсам. Хотя, конечно, там есть еще дополнительные возможности, но это определенная работа. Здесь, конечно, нужен запрос прежде всего. То есть давайте мы поставим определенный запрос, какие исследования, какие результаты и кто эти исследования, результаты может производить. Я думаю, что в этом случае можно было бы сделать анонимизацию соответствующей таблицы экспертных оценок и сделать доступ даже, может быть, до какой-то полной таблицы. Я думаю, что это вполне возможно. То есть если, ну, конечно, наверное, каждый из экспертов свои оценки признает, а вот так, чтобы сказать, что раскрыть, кто какие оценки поставил, наверное, невозможно. Здесь, конечно, вот есть определенные, мы уже обсуждали в чатах, в дискуссиях о том, стоит ли анонимную экспертную оценку делать или раскрывать имена экспертов. Ну, вот у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Нам кажется, все-таки, пока на данном этапе стоит, наверное... То есть, может быть, это зависит от культуры в обществе, но пока, наверное, стоит не очень раскрывать. Тем более, по крайней мере, если люди не особенно желают этого делать. Тут есть еще другой вопрос. Спасибо за напоминание о Любови. Был проведен вебинар вот с Александром Александровичем Андреевым и Любовью Крашениевым, на котором были предложены определенные рекомендации по совершенствованию критериев, рубрик качества на следующий год. Мне кажется, здесь, конечно, должна быть инициатива со стороны самого профессионального сообщества. То есть, прежде всего, само профессиональное сообщество, которое экспертное у нас есть, оно должно само определить определенные протоколы и правила, как делать такие изменения, как предлагать такие изменения и как, соответственно, утверждать. Если это будут изменения, предложенные маленькой частью сообщества, мне кажется, это не самое правильное. То есть, нужно какой-то механизм утверждения таких изменений. Тем более, я, честно говоря, вот посмотрев предложение Александра Александровича, честно говоря, не вижу противоречия уже с существующим положением. Фактически, все это можно технологически сделать при помощи либо введения критериев в категории, ну, соответственно, указывая, что в категориях есть тот или иной набор критериев. И этим критериям тоже придавать веса. Либо непосредственно давая, селектируя определенные категории и присваивая веса вот этим уже категориям. То есть, если мы считаем, что педагогическая деятельность, а мы видим по нашему опросу, что в основном здесь преподаватели находятся, то, конечно, можно сделать такую преподавательскую номинацию, по которой вес самой учебной деятельности, результатов учебной деятельности имеет колоссальных значений. Вы понимаете, я не против этого, но вот я думаю, что никто не против этого, но вы понимаете, образование это настолько разносторонняя, многосепарированная сфера деятельности, в которых иногда вам цели или контент или еще какие-то категории, которые у нас присутствуют в рубрике, имеют не меньше значения, а может даже и больше, чем вот эта учебная активность. Я, может быть, говорю карамольные вещи, но мне кажется, что такая точка зрения тоже имеет право на существование. Так, это вот предложение как раз перечислено. Ну, я вот думаю, что все эти, то есть вы хотите перестроить структуру в соответствии вот как раз с вашей основной профессией преподавательской деятельности. Ну, вот я думаю, что как раз если бы мы учебной активности присвоили, например, коэффициент 10, а другим по единичку, у вас уже автоматически получилось бы вот эти все структуры учтены в конечной рубрике оценки качества. Воспитание, мотивация, это все там есть. Вот, обосновывайте, учитывайте, да, вот это, пожалуй, правильно, обосновывайте, учитывайте весовые коэффициенты. Но я думаю, что опять-таки, вот на данном этапе, в принципе, это у нас все есть, и это вопрос номинации. То есть, когда мы определенной сферой деятельности, например, педагогической деятельности, придаем очень большой вес. Это такая точка зрения имеет право на существование, такая номинация вполне возможна. И если люди ее предлагают, они увидят оценку того, воспринимается обществом такая номинация или не воспринимается. То есть, в принципе, совершенствовать методы оценки качества экспертов нечеткие множества. Пожалуйста, конечно, вот эта технологичность вполне допустима. Я думаю, что вполне допустима, но я опять-таки предлагаю, чтобы вот эти предложения были не просто вот так вот отдельно выделены, а все-таки сами эксперты в экспертном сообществе могли обсудить и принять вот эти самые предложения. Разработать курс по подготовке экспертов и на его основе готовить определенный допуск к экспертизе. Вот это, конечно, все замечательно, но, как видите, у нас, к сожалению, пока представительство разных категорий экспертов не очень представительное. То есть, у нас еще не так много, например, там, может быть, я не знаю, надо, конечно, тоже поизучать, какая у нас категория экспертов присутствует среди экспертов. Инициирует научные исследования по проблемам качества нового обучения. Ну, это уже, конечно, здорово. Целый институт как бы создать. Ну, я думаю, что здесь, конечно, это вопрос... Если мы поставим перед этот кранчем задачу создания научно-исследовательского института, то, наверное, теоретически это можно, но мне кажется, что пока об этом рано говорить, хотя, кто его знает. Организовать центры по оценке качественных онлайн-курсов. Лучше давайте мы не называть там центры по оценке, а лучше реальными делами, реальными действиями мы получим такую репутацию, как центра по оценке качества, не обязательно создавать формальные какие-то организации или органы и навязывать руководителям или регуляторам о том, что мы себя... Вот неформальное, так называемое, профессиональное сообщество по оценке качества, мне кажется, это была разумная идея. Другое дело, что надо рассмотреть, как технологически все это сделать. Подумать и внедрить различные пути монетизации деятельности. Ну, вот тут я согласен, и мы, в принципе, над этим думаем. Конечно, наша задача в том, чтобы конкурс продолжался и чтобы он в конечном итоге вышел на какую-то самоокупаемость. Я думаю, что это, в принципе, возможно, и такие пути мы, естественно, будем использовать. Но при этом, пожалуйста, если есть какая-то идея, как внедрить монетизацию, то я думаю, что вы можете даже возглавить этот процесс. Лично я против любых революций. Как насчет того, чтобы готовить экспертов, прежде чем допускать их к оценению? Ну, вполне, наверное, возможно. Но, опять-таки, в той же Quality Matters, там, прежде чем допускать к оценению, производится сертификация. Вот если мы пойдем по такому пути, наверное, это один из возможных вариантов, когда мы заказную оценку качества делаем исключительно экспертными оценками. Вопрос о том, чтобы вот кого-то допускать, не допускать, это, опять-таки, мне кажется, вопрос сообщества. Раз мы уже идем к созданию, например, сообщества, то, конечно, оно должно быть правило, как в это сообщество включается. Ну, я думаю, такие практики существуют во всех профессиональных сообществах, и можно их просто использовать. Относительно подготовки экспертов, присоединяясь к предложению. Ну, вот я и говорю, что, в принципе, это все можно, но нужны конкретные предложения, как это сделать. То есть, давайте, вот, я думаю, что то, что мы создали профессиональные, то, что, точнее, вы создали профессиональные сообщества, мне кажется, у вас уже появляется огромный рычаг влияния и огромный механизм реализации тех или иных инициатив. Вот я согласен с Михаилом Бухтаяром, что есть такая опасность в этих профессиональных сообществах, что они становятся в какой-то степени закрытыми. И вот это мешает иногда развитию новых технологий, что, нам известно, сплошь и рядом происходит в научных сообществах. Смысл, дооценивать конкурсы, готовить новых экспертов. Вот это, пожалуй, правильно. То есть, подготовка такая на волонтерской основе, то есть, если хотят они получить знания, существующие практики, знания от уважаемых экспертов, то, конечно, легализовать экспертное сообщество конкурса. Опять-таки, мы уже вроде обсуждали, как председатель оргкомитета, я опять-таки за, но мне кажется, инициатива должна исходить от экспертного сообщества. Все-таки мы... Вот в чем функция оргкомитета? Это фактически обеспечить определенные протоколы правила игры и следить за формальными правилами игры. Если в самом экспертном сообществе, за формальными правилами игры проведение конкурса, в самом экспертном обществе могут быть свои правила игры, и вы можете в праве создавать этих. Вот здесь мы уже не... Оргкомитет самого конкурса не влезает, скажем так, механически в работу экспертного сообщества. Мы можем что-то участвовать в обсуждении, рассказывать, говорить, но, в принципе, решение должно быть за вами, мне кажется. Вот, в опросе у нас даже появился ГИК один. Это очень здорово. Ну, я смотрю, время уже наше отведено для нашего семинара заканчивается. Вроде бы на все вопросы я ответил. Управляемый наставник онлайн-курс повышение квалификации для подготовки эксперт. Отлично. Нет, сами программы дополнительного образования, подготовки, они, конечно, нужны. И тут только стоит... Другое дело, что надо понимать, где заинтересованность мотивацией, чья и кого участвовать в этих... Я думаю, что как раз в результате создания нашего профессионального сообщества мотивации появится очень много. Ну, как мы видим на практиках других профессиональных сообществ. Окей, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, большое спасибо за участие в семинаре. Я очень благодарен за вопросы. Я очень признателен тому, что мы вот вместе смогли сделать очень многое и надеемся, что наш труд не пропадет. Вот. И потомки вспомнят нашу деятельность. Все. Павел... Спасибо вам за предоставление такой возможности выступить на семинаре и действительно поделиться некими такими предварительными результатами нашего конкурса, предварительными инсайтами, которые есть у нас. Если какие-то будут вопросы, я там вроде бы... Я сейчас... Оставил, не оставил. Ну, на всякий случай оставлю. Вот. Отлично. Все. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Валерия Николаевича за замечательный вебинар. Было много вопросов, и это здорово. Я хотел бы отметить, что как эксперт, принимавший участие в двух уже конкурсах, я с большим удовольствием пригласил Валерия Николаевича к нам в Директ-академию на этот вебинар. И, на мой взгляд, вебинар оправдал наши ожидания. Я также хотел бы поблагодарить Екатерину Якушкину за то, что она вчера оперативно сделала рассылочку, и те люди, которые могли бы принять участие в нашем вебинаре, но не были охвачены нашей рассылкой, приняли в нем участие. Ну и, наконец, я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в том, что вы пришли сюда, потратили свое время и задали интересные вопросы. Я жду вас всех на наших новых вебинарах. Я надеюсь, что мы, Валерий Николаевич, еще будем приглашать по мере того, как у него будут появляться новые идеи. Ну и для тех, кому важно наличие сертификата, еще раз говорю, что сертификаты за данный вебинар уже сформированы, и их можно приобрести вот на этой страничке, найдя себя в списке участников. На всем я считаю свою функцию выполненной. Благодарю вас всех за внимание. Еще раз благодарю Валерия Николаевича. И жду вас на других вебинарах Директ Академии, которые проводят онлайн-мероприятия каждый день, за исключением выходных и праздников. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok